Всем огромный привет! Сегодня готовлю узбекский плов с грибами. Честно признаюсь, вкуснее плова я еще не ела. Рецептом со мной поделился мой знакомый мастер по узбекскому плову Сергей. Делюсь с вами оригиналом его творения со всеми секретами приготовления в подробностях, так как плов приготовленный его руками получается намного вкуснее. Готовим на костре и на большую компанию. Итак, приступаем. В казан наливаем растительное масло 1 литр. Кладем порезанный чеснок на пластинке 5-6 зубчиков. Как масло нагреется, чеснок начнет шипеть, обязательно добавляем приправу для плова примерно 1 чайная ложка и сушеный базилик 1 чайная ложка. Так масло станет ароматным и плов будет еще вкуснее. Когда чеснок станет залазистого цвета, вынимаем его и в ароматное масло сразу кладем порезанный лук 1,5 килограмма. Закрываем крышкой и дадим луку с маслом немного подружиться. Теперь открываем и перемешиваем. Жарим до полупрозрачности лука. Теперь, когда лук готов, добавляем 1,5 килограмма моркови, порезанной соломкой. Не перемешивая, закрываем крышкой. Даем моркови с луком подружиться секунд 30. Теперь открываем крышку и перемешиваем. Жарим все вместе еще минуты 2 и добавляем специи. 1 пачку смеси перцев, оставшийся базилик, оставшуюся приправу к плову, немного острой паприки, примерно половины чайной ложки. Соль добавляем по вкусу, примерно 2 чайные ложки. Жарим до готовности лука и моркови. Теперь, когда лук с морковью готовы, добавляем грибы 1,5 килограмма, порезанные на пластинки. Не перемешивая, закрываем крышкой и даем подружиться грибам с морковью и луком. Теперь можно перемешивать. Жарим минуты 2, все вместе и добавляем 1,5 килограмма риса, хорошо промытого. Разравниваем, заливаем водой, так чтобы вода покрывала рис примерно на 1,5 сантиметра. Сразу опускаем 5 головок чеснока. Закрываем крышкой и готовим до готовности риса примерно 20 минут. Так как плов готовится на костре, в процессе приготовления нужно иногда открывать крышку и ложкой гасить пузырьки. Это делается для того, чтобы рис готовился равномерно. Теперь, когда вода впиталась в рис и рис дошел до готовности, можно снимать с огня. Перемешиваем, дадим еще настояться минут 5-10 под крышкой, если, конечно, хватит терпения ждать. Мы приступили к дегустации сразу. Я ела и даже ни разу не подумала о том, что здесь нет мяса. Ну и, конечно же, чай на травах. Что еще для счастья нужно? Приятного вам аппетита!